Привет! Всех, кто учится и учит, поздравляем с началом учебного года. За год произошли серьезные перемены. Кому-то стало легче, так не без нашего участия. В Петербурге оставили в покое музыкальную школу Римского Корсакова, а в Москве приостановили приватизацию земель Тимирязевской академии. Кому-то наоборот стало хуже. Первой серией последнего звонка мы рассказывали о том, как далеко зашли реформы. Фактически можно утверждать, что единого образовательного пространства у нас больше нет. Пресловутая вариативность, насаждавшаяся годами, привела к тому, что в разных регионах и даже разных городах одного региона и даже в соседних школах одного города у нас могут учить детей по совершенно разным программам и при этом оценивать их совершенно различным способом. Мы выяснили, что нередко заброшенные поселки у нас используются для того, чтобы проводить образовательные эксперименты. Учитель, директор, чиновник в отреформированной системе обязаны быть экспериментаторами. А поскольку экспериментальная деятельность поощряется рублем, экспериментаторов у нас становится все больше, а вот знаний ровно наоборот. Мы рассказали, как в одной из школ Архангельской области, это Ломоносовские края, как все помнят, пятибалльная система оценивания заменена на буквенную, причем буквы первоначально были там латинскими. Мы рассказали, как параллельно с этим, вплоть до детского сада у нас теперь внедряются программы финансовой грамотности. И это, наверное, было бы смешно, если бы финансовая грамотность не сочеталась повсеместно с общим катастрофическим падением грамотности математической. Если бы финансовая грамотность не внедрялась на фоне безработицы и унизительных зарплат, превращающих бедных людей в добычу для агентств по микрокредитованию. Но нет, вероятно, по мнению авторов программы, а эта программа федеральная, причина бедности и закредитованности в финансовой безграмотности. В общем, в такой вариативной среде задача образования воспитывать дисциплинированного потребителя. Мы, конечно, не рассчитывали, что первая серия последнего звонка, пристрелочная серия, свернет горы. Но, конечно, мы и предположить не могли, что до такой степени в гору пойдут дела у главных героев нашего фильма. У областного министра образования теперь он поздравьте, мэр Северодвинска. Кресло главы города Корабелов занял министр образования по морю Игорь Скубенко. Хотелось бы более активной позиции горожан. На всякий случай Северодвинск – это город, где делают атомные подводные лодки. Каким должен быть человек? Ну, тоже непростой вопрос, на самом деле. Тут, знаете, двумя словами не ответить. Опять же, жизнь очень меняется. Ну, вы знаете, мы сегодня купили один телефон, да, завтра это уже совершенно другое предложение, и нам хочется что-то другое. Все в порядке и у протеже министра, директора Урдомской школы, той самой экспериментальной школы Владимира Додонова. Вы помните, как он защищал буквенную систему оценивания в противовес устаревшей пятибальной? Хорошо, прыжок ты выполнил плохо. А ты знаешь, как его делать? Правила выполнения прыжка. Правила лыжного хода. Да, идешь ты медленно, не выдерживаешь норматив. Но ты знаешь, как по переменность там движения рук, ногтами и так далее, да, просто знание. Поэтому знание никуда не уходит. Так вот, Владимир Додонов награжден премией. Человек года 2017 Додонов Владимир Александрович. Параллельно он не без успеха ведет судебные тяжбы с героями нашего фильма, доказывая, что его оклеветали, очернили и унизили. В целом ситуация в образовании движется по сходной траектории. Кого-то судьба возносит до небес, а кого-то швыряет на дно. Как выглядит общий уровень знаний у следующих поколений, вы наверняка знаете и сами. Для этого не нужно никакой статистики. Откройте любую газету, включите любой телеканал, в конце концов выйдите на улицу и поговорите с детьми. Вы же технария, я правильно понял? Разве? Любой закон Ньютона. Первый. Самый большой полуостров. Индонезия, по-моему. Ну, Эйнштейн-то вы должны знать, чем запомнился мир. Э-э-э, таблица. Менделеев. Менделеев. Причем тут Эйнштейн. Кто такой Денис Давыдов? Вот этого я не знаю. Кто написал МЦИРИ? МЦИРИ? МЦИРИ. 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 Оппонент Евгений Онегин. А-а-а-а. Троцкий. Троцкий? Кто написал ГРОЗУКА? ГРОЗА. 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 Ну, Катерина, которая прыгает с обрыва. Вcommnia нет. Нет. Хотя бы в версиях... Много! Что такой Эмцири? Майкл Фарадей? Кто он? Майкл Фарадей, это у нас... Так... С Эйнштейн, похожимся. Кто такой Мао Чжо Дю? Может быть, Пидель Кастро? Познаком Scientists? Не знаю. Следующий вопрос. Фамилия Брусилов вам что-нибудь Говорит? Нет. Какая? Брусила. Что? Брусника. Капот. Судьба тех немногочисленных взрослых, кто осмеливается говорить об этом вслух, в отличие от судеб реформаторов, как правило, незавидна. Их изгоняют с работы, их лишают возможности учиться или преподавать, их обвиняют в сектанстве, мракобесии и ксенофобии. Изгнан со своей кафедры доктор математических наук и главный в стране критик ЕГЭ Александр Иванов. Ну кто-то должен вообще что-то делать у нас. Как-то мне это вполне естественно. Мы работаем в образовании, мы видим, как его разрушают. Ну кто еще должен говорить, как не мы, не работники высшей школы, учителя и так далее. Ведь когда вот все это начнут собирать, нас спросят в конце концов. Вы там работали в системе образования, вы-то чего молчали, все поголовно. Балансирует на грани увольнения иркутский профессор Сергей Коренблит. Он написал несколько резонансных писем в администрацию президента. В них профессор возмущался деградацией образования. Я за 40 лет своей работы никогда с таким не сталкивался. Это вот то засилие какого-то непонятной, я не знаю как мягче это назвать, бездарности, глупости, вредительства может быть. 25 августа в Петербурге ликвидировали таки старейший издательско-полиграфический техникум. Мы рассказывали об этой истории на нашем сайте, как и о борьбе группы студентов и преподавателей против упразднения учебного заведения. Но в итоге издательский техникум слили со строительным. Ну как можно смотреть, когда убивают учебное заведение, которое отстояли в блокаду? Два года жизни и вычиснут из ряда. В общем, бодрых, радостных новостей у нас для вас, извините, нет. Но мы ведь и не обещали. Две трети россиян негативно относятся к единому государственному экзамену, свидетельствует проведенный фондом общественное мнение опрос в 53 регионах России. В борьбу за 42 балла на ЕГЭ по обществознанию в Иркутской области вступили 6959 выпускников. Результаты 1624 11-классника, то есть почти каждый четвертый, получили двойки. Чтобы получить хорошую оценку на экзамене, недостаточно просто учиться в школе. Примеры, когда общая стоимость подготовки к ЕГЭ в итоге превышает 300 тысяч рублей, не редкость. Это вполне сравнимо с платой за обучение в ВУЗе. Глава Рособранадзора Сергей Кравцов. 10% учителей испытывают дефицит знаний русского языка и грамматики. Одновременно между противниками реформ и их оголтелыми сторонниками продолжается ожесточенная полемика. Так, предложение нового министра Васильевой о передаче школ изведения муниципалитетов в подчинение регионов вызвало настоящий шквал раздраженных комментариев. Я думаю, такой шаг был бы неудачным, потому что, как всегда, денег у государства не хватает, а муниципалитеты потеряют стимулы привлекать в переставшей быть своими школы дополнительные средства. А вот в том, что наши граждане смогут собирать деньги на уровне городов, поселений, чтобы дофинансировать школу, я практически уверен. Это очень интересный ход мысли. Обратите внимание, один из главных идеологов нашего образовательного реформаторства и по совместительству родственник начальницы Центрального банка аккуратно подводит нас к тезису «Образование превращается в рынок». Судите сами. Сегодня 41% граждан готовы платить от 5 до 15% дохода, чтобы их дети получили лучшее образование. Это огромные деньги. Примерно столько же платят американцы. Мы пока не задействовали этот инструмент. Они пока не задействовали этот инструмент. Короче говоря, они не задействовали пока эти цитата «огромные деньги», которые вы, лично вы, собираетесь потратить на то, чтобы ваш ребенок в момент, когда вы выбьетесь из сил и не сможете его больше обеспечивать, не скатился вниз по выстроенной либералами социальной лестнице. Фактически разрушение школы, как государственного института, снизу до вверху это раз. Во-вторых, это фактическая покупка за бесценок вот той многочисленной, многотысячной армии учителей вот этих муниципальных образовательных учреждений. Ведь в данном случае учитель не будет думать о каких-то высоких материях. Он прежде всего думает своим животом и своим кошельком. Если ему предлагают, например, для реализации на месте какой-то якобы инновационной программы и платят за это приличные деньги, которые позволяют ему не просто выживать, но еще каким-то образом достойно существовать, то он не будет особо задумываться над тем, что он и как он преподает. А в таком случае через вот эти вот дырки в наших ГОСах можно, значит, собачить в школьную программу любую билиберду, любой предмет. У господина Кузьминова, так же, как, например, у господина Грефа, вот он читает лекции подмосковным учителям о цифровых перспективах педагогики. Есть много других завораживающих идей и прогнозов. Вы хотите или не хотите, будете подвергнуты оценке вас, вашими клиентами, родителями и учениками. Почему Греф сказал, что должность министра образования – это самая главная должность правительства? Это вот как раз одна из главных установок наших либерал-реформаторов. То есть готовить тупое быдло, как вот неких полуроботов для обслуживания интересов транснациональных корпораций. Мы, по сути дела, сейчас превращаем образование в какой-то, знаете, клуб собаководства, где натаскивают на какие-то рефлекторные действия. Навыки важнее знаний. Главная трансформация, которую должна пройти российская школа – это переход от преподавания знаний к преподаванию навыков. Бумажный учебник, на мой взгляд, поживет еще несколько лет, но до 2025 года не доживет точно. Выходит, надо ждать бурного роста родительских инвестиций не только на рынке образовательных услуг, но и на рынке электронных устройств. Ведь вы только вдумайтесь, что это такое – госконтракт на поставку планшетов в школы вместо учебников. Впрочем, конечно же, мы сгучаем краски, мы передергиваем, вечно сравниваем блестящую цифровую нашу реальность с мрачным тоталитарным прошлым. Цепляемся за это прошлое, за совок. Быть может, есть в этом доля истины? Международные исследования показывают, что с российским образованием все более-менее в порядке. Наши дети читают и разбираются в математике и естественных науках лучше, чем их сверстники в США и в большинстве европейских стран. Да ладно! Не только в математическом образовании, а вообще в образовании мы близимся к точке невозврата, и я опасаюсь, что можем ее очень быстро достичь. Задним числом мы должны были понизить баллы, ниже которых ставили двойки по математике и русскому языку несколько лет назад, что показывает, что система занималась самообманом и обманом в докладах вышестоящим людям о том, что творится в нашем образовании. Выяснялось, что по критериям, которые заранее объявили в не очень честном ЕГЭ, чуть ли не четверть выпускников могла остаться без аттестатов. Какие еще признаки нужны? Сергей Рукшин, чтобы не возникло ни у кого сомнений в компетентности этого человека, математик, воспитавший двух филдсовских лауреатов, один из которых Григорий Перельман. И если Рукшин говорит, что с математикой катастрофа, значит, скорее всего, с математикой действительно что-то не так. Откуда же тогда возникает это массовое ощущение, будто молодежь, простите за выражение, тупеет день за днем? В целом, в нашем обществе сильны позиции традиционализма. Для многих родителей, бабушек и дедушек оказалось трагедией, что их знания и опыт больше не соответствуют тому, что требует от их детей школа. Возможно, поэтому многие хотят вернуть назад прежнюю ситуацию, чтобы их умения были полезны детям. Так жив ли пациент? Под впечатлением от количества недоуменных комментариев после первой серии решили мы отказаться от первоначального формата нашего повествования. И, извините, не будет больше никакой высокохудожественной документалистики. А будет, вот как сейчас, разговор глаза в глаза. Итак, мы цепляемся за совок, за старые догмы и принципы. А что же это за принципы, друзья? Чем была советская школа? Каким было советское образование, которое кажется вам теперь старомодным, не успевающим за постоянно обновляющимися приложениями вашего айпада? И как советское образование соотносится с тем, что мы имеем сегодня? В руках у меня журнал Life, вышедший 24 марта 1958 года. На его обложке, как вы можете видеть, два молодых лица. Это московский школьник Алексей Куцков и школьник из Чикаго Стивен Лапекас. Заголовок. Мы начинаем новую жизненно важную для США серию публикаций «Кризис в образовании». Эксклюзивные зарисовки из жизни русского школьника и его американского сверстника. Вчитаемся очень внимательно, очень подробно вчитаемся в эту статью. Годами критики американского образования страдали от проклятия Кассандры. Всегда говори правду, но редко будь услышанным. И вот проклятие снято. Все, о чем они предупреждали, становится явью. Школы в ужасном состоянии. Дальше перечисляются симптомы американского кризиса, осознать который помог запуск советскими специалистами первого искусственного спутника Земли. Школы переполнены, но дети часто занимаются в неприспособленных для этого помещениях. Учителям массово недоплачивают. Некоторые из них недостойны и того, что получают. Где появляются таланты, у них нет возможности пробиться наверх. Нет единого понимания, чему же должна учить школа. Четверть века длятся споры, нужно ли учить ребенка приспосабливаться или давать ему знания. Самое ужасное, наши стандарты образования шокирующие низки. Ущипните меня, это точно про Америку написано. Но нет, вроде бы про Америку. Когда читаешь эту статью, действительно возникает ощущение, будто Алексей Куцков и Стивен Лапекас поменялись местами. Эти фотографии живо иллюстрируют, что происходило с нашими героями на протяжении последней школьной недели. Стивен – это обычный школьник, привлекательный и веселый. Таких с гордостью производит американская школа. Алексей же – трудолюбивый, целеустремленный хорошист. Такой тип школьника, которых выпускает советская система. Для Стивена учеба не представляет чего-то серьезного. Для Алексея нет ничего более важного в жизни. Пришла пора углубиться в учебную жизнь обоих ребят, чтобы выяснить, чем же они так отличались – Алексей и Стив. Стивен надеется поступить после школы в университет. Но он знает, что успех в жизни зависит не только от этого. Алексей твердо решил стать физиком. В России, которой крайне необходимы подготовленные кадры, человек может пробиться в люди, только получив хорошее образование. Вся система работает на это. Основанная на единой образовательной программе – одинаковый список обязательных предметов для всех школ страны – советская десятилетка – это серьезное испытание для молодежи. Журнал отмечает, что при всех недостатках система, которая готовит Стивена, конечно, учит его, учит гибкости и лидерским навыкам. Как знакомо, не правда ли? Но при этом оказывается, что комсомолец Алексей из Москвы читает Шекспира и Бернарда Шоу, а Стивен из Чикаго в то же самое время еще возится с приключенческими книжками Стивенсона. Смотрите, какая узнаваемая сцена. В американском классе, где у доски отвечает Стивен, каждый занят чем попало. Вот девушка листает бульварный журнал. А вот как слушает ответ Алексея Куцкова на уроке физики в Московской 49-й. Алексей Куцков проводит напряженные шесть дней в неделю в изучении самых разных предметов. Русская литература, четыре года химии, электротехника, математика, черчение, механика, астрономия. Русские школы делают упор на изучение наук, и большая часть учебного времени Алексея посвящена именно этому. Но не только. Алексей прочитал уже всю русскую классику, включая Толстого и Достоевского. Читаем дальше. Дальше написано про советских учителей. Все преподаватели Алексея – женщины. Лидия Бременер показывает модель молекулы водорода. Она преподает органическую химию, которая в США считается слишком сложной для школ. Евдокия Гусарова преподает теорию неравенств, почти не встречающуюся в американских школах. Директор Мария Скворцова преподает историю. Она спрашивает строго, ведь Мария – заслуженный учитель РСФСР, кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. Вот такой он тоталитарный совок. Самый, что ни на есть, его оскал. Представленный нам американским журналистам. Органическая химия, алгебры Лев Толстой. Никаких девушек. А Стив в 57-м году по всем признакам обучается в той самой школе, которую в 2017-м строят российские реформаторы. Вариативность. Вместо обязательного и жесткого курса фундаментальных дисциплин у Стива полная свобода выбора. Уроки напоминают игру, учителя непринужденно шутят, превращаются с учениками в одну веселую команду. С отстающими, такими как наш Стив, занимаются тьютеры, индивидуальные помощники. Среди выбранных Стивом дисциплин – класс по машинописи, английский язык очень сложно, геометрия, биология. Сочинения по литературе Стив часто пишет на основе комиксов. Также, как видим, Стив очень увлечен противоположным полом, любит музыку и танцевать с девчонками. Заканчивается этот крайне любопытный репортаж большой редакционной статьей, анализирующей бедственное состояние американского образования на тот момент. И, внимание, 60 лет назад автор камня на камне не оставляет от всех догм и моделей, которые сегодняшние российские реформаторы пытаются впарить нашему народу под видом инноваций. В удивительно малом количестве школ изучаются базовые дисциплины. Только в каждой восьмой дети выбирают математику, более сложную, чем алгебра. Только в четверти классов изучается физика. Люди по всей стране жалуются, что американский диплом перестал что-либо значить. Директор одной из нью-йоркских школ сокрушается. Хотя Джон читает на уровне пятого класса, а Мэри едва складывает простые числа, я должен делать вид, что они получили полноценное образование. Джон и Мэри или Иван да Мария? А впрочем, давайте продолжим. Осталось совсем чуть-чуть. Согласно социологическим вопросам, большинство школьников намеренно избегают научных предметов, потому что считают научную карьеру недостойной себя. Они избалованы и разучились трудиться. Слишком много развлечений, слишком мало дисциплины. Неужто, неужто испугавшись спутника, Америка тоже решила окунуться в ГУЛАГ? Какой безжалостный, но какой удивительно знакомый диагноз. Если ребенок поступает в школу без какой-то врожденной страсти к образованию, нет никаких способов заставить его учиться всерьез. В России у детей гораздо больше стимулов к учебе. В СССР ученые и инженеры формируют новую аристократию, присоединиться к которой можно только через учебу. У американского же школьника глаза разбегаются от количества предметов, с помощью которых он может получить диплом. Можно изучать семейную этику, хоровое пение, оформительское искусство. Автор финиширует так. Хватит прогрессистских реформ, хватит детского самоуправления. Америка проиграет гонку вооружений русским, если ситуация в школе не изменится. Вот ведь как. Давайте же и мы теперь обратимся к фактам. Как выглядела советская система образования? Как она строилась? И какими показателями измерялся результат? Для начала вспомним знаменитые слова Ленина о том, что каждая кухарка может управлять государством. А разумеется, фраза вывернута наизнанку, поскольку в оригинале звучала она следующим образом. Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством. Но мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную ежедневную работу управления в состоянии только богатой или из богатых семей. То есть понимаете, какой смысл? Не только богатым надо уметь крутить государственный штурвал. Но что это за кухарка? Откуда взялась кухарка? Кухарка здесь имеет прямое родство с кухаркой из циркуляра о кухаркиных детях, изданного министром царского просвещения Деляновым в 1887 году. Здесь посыл прямо противоположный. Очень знакомый для нас теперь посыл. Гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей. Детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. Это у тогдашних охранителей, вроде господина Победоносцева, был такой способ бороться с революционными настроениями, ограничивать доступ детей бедняков, быдло, если по-современному, в школы. Отвлечемся на секунду и заглянем в настоящее. Послушаем министра с не менее говорящей фамилией, чем Победоносцев. У нас есть просчитанный баланс, и этот баланс составляет примерно 65 на 35 процентов. То есть 65 процентов это люди, для которых не требуется высшее образование. Ну-ну. В общем, Великая Октябрьская социалистическая революция начала с того, что открыла двери школ для всех. И для самой кухарки, и для кухаркиных детей. Ровно через два дня после взятия зимнего, 9 ноября 1917-го был создан Народный комиссариат по просвещению. Лозунг «Превратить школу из орудия классового господства буржуазии в орудие коммунистического переустройства общества». Комиссариат тут же выпустил обращение к населению, в котором говорилось, что задача новой власти – достижение всеобщей и бесплатной грамотности в течение ближайшего времени. Короче, ликбез. Первые решения советской власти казались образованием. Оно стало бесплатным, общедоступным, и оно стало бурно развиваться. Школа должна перестать воспитывать слуг, потому что у советского человека не было хозяев. Вся старая школа, будучи целиком пропитана классовым духом, давала знания только детям буржуазии. В этих школах молодое поколение рабочих и крестьян не столько воспитывали, сколько натаскивали в интересах той же буржуазии. Воспитывали их так, чтобы создавать для нее пригодных слуг. Ключевой момент новой советской школы – учеба должна сочетаться с производительным трудом. Труд – это образ жизни. Вот и в нашей молодости мы подхихикивали так, значит, что вот зарубежники говорят, что они работают, чтобы жить, а мы живем, чтобы работать. Но по сути-то так и было, понимаете. На самом деле труд – это была неотъемлемая часть жизни. Советская школа, она все-таки воспитывала созидателя, то есть человек, который будет создавать и будет работать, а не потребителя, который будет только есть там или еще что-то такое, понимаете, обманывать. То есть в этом очень большая разница. Пока не создан коллектив, пока нет еще традиции и полезных навыков, воспитатель не имеет права отказываться от принуждения и наказания. Но наказание и принуждение воспитывает раба. Необходимо дать свободно развиваться интересам ребенка. А я утверждаю, что нельзя воспитывать только на интересе. Я хочу воспитать здорового, крепкого человека, а не слепого эгоиста. Вы фанатик, упорный фанатик. В 1914-15 учебном году в российской глубинке было всего 72 средние школы. Не церковно-приходские, не начальные, а полноценные средние – 72. А в 20-21 учебном году сельских школ в РСФСР уже 2144. Разумеется, тут же остро встал кадровый вопрос – кто будет учить? И уже к концу 2020 года в РСФСР открывается 57 педагогических вузов, в которых обучается больше 10 тысяч студентов, будущих преподавателей. Советское образование строилось исходя из того, что если мы будем развивать науки, науки решат все проблемы в государстве. Науки помогут развивать промышленность, развивать экономику, развивать все отрасли знаний и так далее, сельское хозяйство и что хотите. То есть главное – это развивать науки и изучать науки. Поэтому в школах изучались науки. Ленин и другие теоретики большевизма, они прекрасно понимали, что строить светлое будущее можно только с образованным народом, не с темным, забитым народом, который пребывает в каких-то вот наивных представлениях о мироздании, о сущем, а с человеком, который был бы способен не только правильно воспринимать окружающий мир, но и трансформировать этот мир в интересах людей. Поэтому была поставлена задача ликвидации безграмотности. И не просто ликвидации безграмотности, а создание целостной системы непрерывного образования от начальной школы до высшей школы. В тяжелейшие годы гражданской войны правительство принимает решение о создании крупнейших научных институтов. Физико-технический институт наш был создан как рентгеновский радиологический институт, в котором Абрам Федорович возглавил физико-технический рентгеновский отдел в 1918 году. Был создан физико-химический институт имени Карпова. Был создан государственный оптический институт. Должна быть исключена религиозная пропаганда. Преподавание должно вестись на родном языке. До Октябрьской революции 76% были неграмотными, в том числе 88% женщин. Практически полностью неграмотными были коренные народы Сибири и Средней Азии. 40 языков не имели письменности. Ленин привнес идею всеобщего образования, распространенного на все население, по понятным, одна из коммунистических идей. А Сталин фактически вернулся к программам царской имперской системы образования. И эта модель сохранила в себе и в царский период, и в советский период все лучшие качества системы образования, построенных на фундаментальных, в первую очередь, знаниях. Идеологическая доминанта. В школу ходят не ради карьеры, не ради личного успеха и не ради удовольствия родителей. Нас все время подвигали стать лучше, учиться, набираться знаний и стать лучше. Да, конечно, там существовал какое-то ограничение, но я их как школьник, я это твердо не слышал, не чувствовал на себе. Знаете, какой у нас слоган в нашем университете какой был? Мы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать. Мне кажется, это очень важно. Вот, скажем, та система ЕГЭ, которая сейчас сформировалась, она основана на зазубривании штампов. Человек может быть очень умный, но если он не зазубрил штампы, которые считаются нужным вписать вот в эти задания по ЕГЭ, то он может провалиться, никуда не поступить. Те выпускные экзамены, которые были в советское время, о чем я уже говорил, они как раз и обеспечивали функционирование этого принципа – учить всех, всему и всерьез. Потому что, ну вот, каждый ученик должен был сдать много экзаменов, причем на достаточно высоком уровне. Конечно, все это стоило денег, но деньги всегда находились. Результаты – это, собственно говоря, все, что досталось нам от Советского Союза. От красного знамени на Рейхстаге до Международной космической станции или Саяно-Шушенской ГЭС. Мы все – результат мощнейшего образовательного рывка, совершенного нашей страной в 20 веке. Вот вам просто случайные 10 фамилий наших выдающихся соотечественников, которые по своему происхождению в прямом смысле кухаркины дети. То есть без советской школы, этой великолепной десятки, просто-напросто не было бы. Но это ведь все пропаганда, верно? Поэтому давайте продолжим ссылаться на мнения наших вероятных противников. Уж им-то зачем врать? Откроем один из отчетов многочисленных американских комиссий, создававшихся в холодную войну для изучения советского опыта в образовании. Одна такая комиссия была послана в СССР в 59-м году и возглавлялась тогдашним министром образования. За месяц американцы посетили примерно 100 наших школ и вузов. Больше всего в СССР поражает то, до какой степени вся нация охвачена образованием и считает образование способом развития всего государства. Один из главных теоретиков советского образования сказал нам, вы верите в частную инициативу, мы в планирование. Пусть нас рассудит время. Для всех школ, отмечают американцы, у русских единая образовательная программа. Если речь идет о национальных автономиях, то она обязательно согласовывается с министерством в Москве. Это, конечно, не исключает нюансировки на местах, но общее фундаментальное образование одинаковое везде. Взгляните на эту таблицу. Это почасовое расписание обычной советской школы. Видно, что первый предмет — это русский язык. С первого по десятый класс в неделю 84 часа. Дальше по количеству часов. Математика, история, иностранный язык, физкультура, география, биология, физика, химия. Почти 3000 часов русского языка и 2000 часов математики в год. Чего же удивляться поголовной грамотности и способности умножать трехзначные числа в уме, которые до сих пор поражают нас некоторые наши дедушки и бабушки. Нас учили тому, в чем можно было быть уверенно, можно было опираться на знания физики, математики, биологии. То есть это были настоящие знания. Сейчас очень много псевдознания. Нынешний отличник равен троечнику в советской школе столичной, московской или ленинградской. Образование, которое позволяло выходить из школы уже с университетским уровнем понимания жизни. Прежде всего по предметам, по уровню преподавания и так далее. Мы знали, как устроен мир. Конечно, можно всему этому не верить. Но все-таки давайте будем исходить из того, что американская комиссия состояла непоголовно из идиотов. И когда ей предложили заглянуть в карман советскому учителю, скорее всего цифры не принимались американцами на веру просто так. Выпускник педагогического колледжа получает 670 рублей в месяц. При этом начинающий врач получает 600 рублей, а молодой инженер 800 рублей в месяц. В средней школе Свердловска, которую мы посетили, директор зарабатывает 3000 рублей. Это примерно равняется зарплате руководителя на производстве. Заслуженный учитель математики получает 1700 рублей, учитель английского – 1400. Средняя зарплата родителей, как нам объяснили, 600-700 рублей. Но рабочие на предприятиях Свердловска могут получать 1200-1500 рублей в месяц. Очень интересный момент – нагрузка советского учителя. В начальной школе 18 часов в неделю, в средней 24 часа в неделю. При этом все учителя имеют право на двухмесячный оплачиваемый отпуск. На 115-й странице доклада – выводы. Процитируем и их. Самое сильное впечатление произвела на нас тяга советских людей к знаниям и возрастающие возможности для получения образования. Мы хотели бы выделить следующие достоинства советской системы. Рост количества и оснащенности детских садов и яслей. Чистота и ухоженность школ. Гуманная нагрузка на учителя. Количество детей в классе. Наличие вспомогательного персонала, лаборантов и ассистентов. Акцент на производительном труде и уважение к нему. Уважительное отношение между мальчиками и девочками. Качество и современность технического оборудования, часть из которого произведена самими детьми. Поощрение самообразования, к чему ведет работа пионерских кружков. Тесная связь школы и дома. Постоянное взаимодействие учителей и родителей. Летние лагеря на базе пионерских кружков. Кое-что американцам не понравилось. Не понравилось повышенное внимание советской школы к точным наукам в ущерб гуманитарным. Не понравился уровень преподавания английского языка. Все это, как вы знаете, было исправлено нашими дорогими реформаторами в 90-е годы. Но больше всего поражает, конечно, заключительный абзац этого доклада. Вот таким было советское образование, обломки которого каждый из нас может наблюдать вокруг себя. Конечно, оно было разным. В 20-е, 30-е или 80-е это были разные, постоянно меняющиеся системы. Однако основные характеристики, отличающие то, что было от того, что стало, по-моему, ухвачены американцами довольно точно. Чем объясняются успехи Южной Кореи, подчеркиваю, Южной, в области науки, техники и так далее? Чем объясняются успехи Японии? Они очень долго и тщательно изучали советскую модель образования. Из нее были взяты не только многие учебные материалы, но и принципы, которые созвучны с их целями на ускоренное экономическое и стабильное политическое развитие государства. Мы продолжим этот разговор в следующих выпусках, когда займемся изучением проблем современной школы. Но на прощание вот еще одна история, уже безо всякой статистики и цифр. До спазма в горле, передающая атмосферу той, ускользающей от нас эпохи. Я родился в городе Ленинград, в Советском Союзе. Я жил в СССР небольшой промежуток времени, 32 года. И, к сожалению, к этому времени, страну, в которой я жил, ее уничтожили. Алан Каргинов закончил горно-металлургический институт во Владикавказе. 28 лет стал кандидатом технических наук. Перед ним открывались большие перспективы. Но крушение СССР сказалось на судьбах миллионов людей. Я никогда не мог поверить. Думаю, а зачем снимать красный флаг? Вот это было над смехательством, над ругательством, что ли. Над той страной, которую мы теряли. Это было над ругательством над памятью многих. Но главное, над памятью Алана, возможно, самым дорогом для него человеке. А его матери. Детские годы у него проходили в военное время. Она даже попала на короткий период в оккупацию. Вышел какой-то немец. На ломаном русском что-то такое оскорбительное сказал. Все разбежались. А она маленькая, щупленькая, худенькая. Тем более, как бы, такие тяжелые годы. Она вышла вперед. Ты по-остински сказала. Немец, ахо. Это означает, как бы, немецкая свинья. То есть смелая была она. Родители девочки вышли из самых низов. Отец, дед Алана, учитель русского языка, отличник народного просвещения. Следуя за ним, семья объездила весь Кавказ и Среднюю Азию. Поскольку отца нередко направляли в самую глушь, где требовались учителя русского, маленькой Светлане в учебе приходилось рассчитывать только на себя. Закончив школу, она отправилась в Ленинград. Мечтала стать журналисткой. Однако планам не суждено было сбыться. Молодую и полную надежд жизнь оборвал туберкулез. Алану было всего семь. Опасаясь за жизнь ребенка, врачи не подпустили его к больной. И вот спустя много лет произойдет событие, которое перевернет душу уже взрослого человека и заново познакомит его с матерью. Это был 83-й год. В доме перебирали многие вещи. И тогда вот как раз этот архив, который берегла бабушка, он вышел на поверхность. Как многие девочки той поры, Светлана Каргинова вела дневник. Сегодня он дает нам уникальную возможность заглянуть во внутренний мир обычной советской школьницы. У меня ком подкатил горло. Читать и оставаться спокойным там было просто невозможно. Человечек в таком возрасте, он врать не может. А с годами я, конечно, еще и еще раз перечитывая, удивился тому времени, в котором она жила, и тому духу, тому величию, что ли, вот внутренней, той чистоте, которые были тогда у детей, живших тогда в Советском Союзе. «Скоро мы вышли на Красную площадь. Не могу описать, что со мной творилось. Я смотрела, но слезы мешали мне. «Что с тобой?» – спросила маржанат, девочка из аварии. «Только тут я глянула на своих товарищей. Мы сдружились здесь. Вот Стелла из Тбилиси, Алик из Дагестана, Стасик из Мурманска, Челли из Еревана, Миша из Баку. Как они были счастливы! Стелла, вытирая глаза платком, смеялась. В голосе маржанат звучали слезы». Кумирами этой осетинской девушки, зачитывавшейся Лермонтовым, Маяковским, Горьким, были Зоя Космодемьянская, Олег Кашевой, Александр Матросов. Им она посвящает свои стихи и записи в дневниках. Впрочем, сохранились и обычные школьные тетради. Наверное, здесь не нужно никаких комментариев. Просто вглядитесь в эти страницы и осознайте – так учились советские дети. Учились всего через три года после того, как по их городам, по их семьям, по их маленьким судьбам прошла страшная война. «Но мечтами мечты мне пора и назад возвратиться. Будет все, как мечтаю, а, быть может, еще красивей. Но для этого надо упорно и много учиться, чтобы стать гражданином, достойным отчизны своей». Мы упустили то чистое, то великое, к сожалению, что было в более старших поколениях. Жить для других, влиться вот в эту бурную, кипучую жизнь, которая ее окружала. То есть ты в классе, ты должен был себя ощущать, как неделимая частица этого целого. Она пишет, что Родина дает нам все. Родина заботится о нас. Когда мы выучимся, когда мы повзрослеем, мы должны отдать Родине все, на что мы способны. А чтобы отдать, нужно учиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова